Ленинградскую победу отметили в Колпино концертам. Ветеранов поздравили 73-й годовщиной полного освобождения города от фашистской блокады. Сусане Витальевне в 41 году было 14 лет. Отец умер в самом начале войны. Ее маму и сестру отправили на лесозаготовки во Всеволожский район. От тяжелой работы вскоре умерла и мать. Подорвала здоровье и сестра. Родственники Сусаны Витальевны покоятся в разных местах, и у нее редко была возможность навещать могилы. Но в прошлом году в поселке Пантонный отреставрировали мемориал работникам Устежорского фанерного комбината и заложили капсулы с землей из каждого колпинского захоронения времен Великой Отечественной войны. Вот я когда подошла, я вижу золотыми крупными буквами написано Смирнов Виталий, Смирнова Александра и Смирнов Юрий. Вот вы знаете, я вот так руку положила на эту стену, я так рыдала. Сусана Витальевна родилась 28 января. В 73-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ей исполнилось 90 лет. Глава администрации Колпинского района Анатолий Павилий передал юбиляру поздравления от президента России Владимира Путина. В истории человечества нет больше таких подвигов. Это сделали только ленинградцы. Спасибо за тот урок всему человечеству, который преподнесли вы. Ветеранов поздравили юные музыканты оркестра имени Смирнова. Создатель коллектива Павел Иванович Смирнов и сам жил в осаждённом городе. Он учил музыки подростков, занятых на оборонных работах. Так и сложился оркестр. Коллектив чтит традиции. Здесь играют только молодые музыканты, которые с поколения в поколение передают память о подвиге ленинградцев.